Библейский портал экзегет.ру представляет Не имея Эзра, прежде всего Эзра, имя которого носит предыдущая книга И левиты призывали их радоваться в этот день Потому что это день покаяния, это день обращения от беззакония к жизни по закону Пусть даже еще не все получается, даже не все понятно Закон нужный истолковый, чем левиты и занимаются А девятая глава описывает, как израильтяне молятся Богу Как продолжая соблюдать этот закон, они отмечают день покаяния, день умилостивления И их молитва, собственно, основное содержание девятой главы Мы можем понять, как именно они обращаются к Богу И чего они от Него ждут, что наоборот готовы Ему явить Как плоды какого-то своего покаяния, своей перемены На 24-й день этого месяца собрались цены Израилевы для поста Одетые в мешковину с прахом на головах То есть это признаки внешнего покаяния Потомки израильтян отделились от всех иноплеменников Они стояли и исповедовали в своих грехах и в провинностях своих отцов Важный принцип, что потомки израильтян Израильское наследие передается по праву рождения Вот они отделились от языческого того, что было в них Но внешне это выражалось в том, что они, скажем, отослали своих жен в книге Эзра Это было описано тех, которые не принадлежали к израильскому народу Очевидно, были язычницами Так они стояли и четверть дня читали свиток Божьего закона А четверть дня исповедовались и поклонялись Господу своему Богу То есть приносили свои грехи для прощения На возвышении для левитов стояли Левиты Иешуа, Бани, Кадмиэль, Шеванья, Буни, Шеравья, Бани и Кенани громко взывали Господу, своему Богу Левиты Иешуа, Кадмиэль, Бани, Шевнея, Шеравья, Ходия, Шеванья и Петахья провозгласили Поднимитесь, благословляйте Господа вашего Бога от века и до века Пусть благословляют люди славное Твое имя Оно превыше любое благословение, любой хвалы Это Ты, Господи, только Ты Сотворил Ты небеса, 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 все воинство их Земли и все, что на ней, воды и все, что в них Всему этому даешь Ты жизнь И воинство небесное поклоняется Тебе Почему они начинают с возвеличивания Господа? Казалось бы, это день покаяния, надо в грехах каяться А ровно потому, что каяются в грехах, они перед Богом И нужно очень внятно и ясно назвать, почему перед Богом Кто это Господь, чтобы ему приносить эти грехи Почему оскорбление Его – это тяжелейшая вещь, которая есть в жизни Вот и поэтому они начинают с сотворения мира Мир устроен Богом, и Бог определяет порядок существования людей в этом мире Нарушение этого порядка – это грех против Творца Это Ты, Господи, избравший Авраама, Ты вывел его из ура Халдейского и дал ему имя Авраам Ты счел сердце его верным и заключил с ним завет, обещав отдать его потомству Землю Хананеев, Хетов, Амареев, Перезеев, Евусеев и Гиргошеев Но это народы, которые жили в Ханане до того Ты исполнил обещанное, ибо Ты праведен Ты увидел беду отцов наших в Египте, услышал в ополях у Красного моря Явел знамение чудеса фараона со всеми слугами его И всему народу той страны в виде упорства их И прославил имя свое по сей день Перед отцами нашими тростек море, посреди моря их посоху провел А преследователь не зрел в пучины Это, конечно, история книги Исход Словно камень в могучий поток Ты шел впереди отцов наших днем в облачном столбе А ночью в огненном освещаем путь, по которому они шли Но это история перехода через Синай Причем здесь это? Слушайте, ну если я каюсь в своих грехах Зачем я буду рассказывать, Господи, Ты избрал Авраама Как будто Бог этого не помнит Или Ты вывел наших отцов из Египта Опять-таки, он это знает Причем здесь это? А я на этом фоне, значит, не очень хорошо выгляжу, да? Да нет Дело в том, что Бог не просто творец вселенной Он творец Израиля Он вступает в отношения завета с этим народом И всякий грех, есть выход из этих отношений завета Есть оскорбление не только творца вселенной Но и оскорбление того, кто заключил этот завет с израильтянами Человек, согрешая, выпадает в ветхом завете из израильского народа В новом завете из церкви Ему важно туда вернуться И он не просто сообщает творцу вселенной о том, что он человек несовершенный И много делает плохого Творец об этом знает Сколько он возвращается в эти отношения завета И это невозможно, сделав Сделать, не сказав Богу Да, ты заключил этот завет, но я из него выпал Прими меня обратно Ты сошел на гору Синаи Говорил с ними с небес Ты дал им праведные повеления Истинные законы Установление и заповеди благие Ты открыл им святую свою субботу Это важнейший признак стояния в этом завете Соблюдение субботы Через Моисея передал им заповеди Установление и законы Они голодали, ты посылал им хлеб с небес Жаждали, воду извел из скалы Ты отправил их наследовать землю, которую своей рукой был им готов передать То есть вот ты заключил этот завет Это была не просто абстрактная формулировка Это был целый ряд событий Это была жизнь, в которой они обретали то, что им было нужно Но они, наши отцы, упорствовали Не склоняли головы, не слушали заповеди твоих Отказывались слушать, не помнили о чудесах, которые ты с ними сотворил Не склонили они головы и в мятежи избрали главаря, кто поведет их назад в египетское рабство Ну, этого еще во время исхода, перехода через пустыню Но ты, Бог прощающий, милостивый и терпеливый Твой гнев медлит, а твоя любовь велика Ты не покинул их Вот важная формулировка Долготерпеливый и многомилостивый Я перевел скорее смысл этих слов Твой гнев медлит, а любовь велика Причем здесь это? Да вот то, что повторяется из поколения в поколение Люди выпадают из этого завета с Богом, но Господь не торопится их наказать или уничтожить Они сделали литого тельца и назвали его Богом, который вывел их из Египта, совершая великое кощунство Но ты, по великой своей милости, не оставил их в пустыне Не лишил указующего путь облачного столпа днем, огненного ночью Освещая им путь, по которому они шли А для наставления ты дал им дух твой благой Не лишил их им манно для пропитания Когда страдали от жажды, давал им воду Сорок лет ты поддерживал их в пустыне И они ничем не нуждались Одежды не было с носу, и ноги их не опухали Даже вот такая маленькая деталь заботы Долго ходили по пустыне Ноги, наверное, натерли там Водянкой заболели Нет, ничего этого не было Слушайте, а при чем здесь это? Много веков назад Ты там избавил наших предков Ну вот я русский от татаро-монгольского ига Ну и что? Я-то тут при чем? Или наши предки там Отказались от тебя, устроили революцию Разрушили храмы, взорвали Убили священников Ну и что? Я-то этого не делал А вот для израильтянина крайне важно Чувствовать свою принадлежность к народу И то, что происходит со мной сегодня Это продолжение той же самой линии Если я грешу, я повторяю грехи своих предков, праводцев Если Господь ко мне милостив Это те же самые отношения завета Которые Бога соединяли с моими предками Я либо стою в этих отношениях завета Либо выпадаю из них И невозможно покаяться Ну, как бы от себя лично Да, вот я человек несовершенный Господи, но ты знаешь Ну, прости, уж что там Нет Покаяние означает вхождение в этот завет Из которого человек выпал И история этого завета История того, как другие предки Прежде всего, но и вообще другие люди В этом завете были до того Это часть покаяния Почему, кстати, вот, например В православной традиции покаяния Великого Поста Начинается с канона Андрея Критского Где все это перечисляется очень долго и подробно Какая, казалось бы, разница Да нет, это продолжение той же истории Ты отдал им народы и царства Каждый уголок вручил им в надел А владели они землей Сихона царя Землей царя Хижбонского Землей Ога царя Хошанского Ну, это вот земли, которые израильтяне завоевали Еще даже прежде Ханаана Умножил ты их детей, словно звезды на небе Вел их в страну, которую их отцам обещал дать наследие Туда и пришли потомки и завладели этой страной А ты покорил им ее хананейских жителей И царей, и народы передал в их руки Чтобы поступили с ними, как пожелают И они захватили укрепленные города и плодородные поля Овладели домами, переполненными всяким добром Вырытыми колодцами, виноградниками Масличными плодовыми деревьями в изобилии И вот мы живем, они говорят, на той самой земле Она не случайно нам досталась Мы ее не выиграли там в кости Мы не завоевали ее своими подвигами Мы от тебя ее, Господи, получили Вот на этой земле мы живем и помним об этом И они насытились полученным Насладились великой твоей благостью И заупрямились, восстали против тебя Забросили твой закон, убивали твоих пророков Которые напоминали им о покаянии А тебе ответили великим кочунством Тогда ты на беду им Предавал их в руки угнетателей А они в беде взывали к тебе И ты с небес слышал их И по великому своему милосердию посылал им избавителей Чтобы избавили их от руки угнетателей Но они, едва передохнув Начинали творить пред тобой зло И ты не оставлял их врагам, которые правили ими А они каялись и взывали к тебе И ты с небес слышал их и избавлял по великому своему милосердию И так многократно Так ты убеждал их вернуться к закону твоему Но они упорно отказывались слушать твои заповеди И грешили против правосудия твоего А ведь в этом человек и находит жизнь Если только исполнит Вот повторение, повторение истории И человек, каясь в личных грехах Или сознавая свою солидарность с грехами своего народа Переживает ее заново Но шея их окаменела Голова их не склонилась Они были непослушны Долгие годы ты терпеливо наставлял их своим духом Но они не стали слушать И тогда ты предал их в руки язычников Но по великому своему милосердию Ты не истребил их до конца и не оставил их Ведь ты Бог милостивый и терпеливый И теперь, Боже наш Бог великий, могучий и страшный Верно хранящий завет Да не сочтешь ты ничтожными То страдание, которое обрушилось на нас На царей, на вождей На священников и на пророков На наших отцов и на весь твой народ С одни царей ассирийских и по всю пору Но во всем, что нас постигло Видна твоя правда Ибо дела твои истины, а мы творили зло Ни цари наши, ни вожди наши Ни священники и отцы наши Не соблюдали твоего закона И не слушали заповеди твоих и наставлений Которыми ты их убеждал В собственном своем царстве При великих твоих благодеяниях На земле широкой и обильной Которой ты их наделил Не служили они тебе Не оставляли злых своих дел Вот еще раз Это солидарность и осознание своих грехов Как продолжение грехов своих предков Что отличается от коллективной ответственности Все люди такие Время было такое Жизнь такая А это не мы А это вот вообще все Нет Это мы Но мы не первые люди на этой земле И вот сегодня мы рабы В той самой стране Которую ты дал нашим отцам Чтобы вкушали ее плоды И пользовались ее благами Теперь мы в ней рабы Обильный ее урожай для царей Которых ты поставил над нами За наши грехи Распоряжаются они и нашими телами И скотом нашим Как пожелают А мы в большой беде И во всем этом Мы даем письменное ручательство И запечатывают его Наши вожди Левитые священники Смотрите Они заканчивают Даже не просьбой А констатацией факта У нас все плохо Но это вот результат Выбора наших отцов И результат наших собственных грехов То есть Господи Не избавь нас от этих врагов Которые на нас напали Не дай нам других правителей Потому что эти нас не устраивают Не помоги нам Там добиться политической независимости Потому что мы подчинены персам Да нет Они даже этого не называют Они говорят С нами все плохо И по делам И это результат того Что было сделано нашими отцами И нами самими Господи А дальше ты сам знаешь Вот это их молитва Интересно Что они дают письменное ручательство И подписывают его Очевидно Чтобы потом Не возникало разногласий А вот Знаете Это личная позиция Кого-то там Вот он так Знаете Эзра так Или не имея Они так решили Ну мало ли что Мы не согласны Нет Это новый завет Это новый документ Который заключается С подписями и печатями А кстати Список подписей Будет приведен В следующей Десятой главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok